Тем временем наши и израильские военные летчики приступили к совместным тренировкам для обеспечения безопасности полетов над Сирией. Как сообщили сегодня в Минобороны России, между российской базой и командным пунктом ВВС Израиля действует горячая линия связи. Что касается боевого применения авиации, стало больше разведывательных полетов. Число ударов меньше, как выясняют военные, это из-за наступления сирийской армии. Собственно, только что мы сейчас видели, как оно развивается, движение линии фронта надо учитывать. В любом случае, удары по инфраструктуре ИГИЛ продолжаются. С авиабазы Хмеймим выполнено 33 боевых вылета по 32 объектам террористов в провинции Идлиб, Хама, Дамаск, Алепа и Дер-Эс-Зор. В районе населенного пункта Восточная Гутта, это провинция Дамаск, бомбардировщики Су-34 уничтожена замаскированная огневая позиция зенитно-ракетного комплекса ОСА, ранее захваченного у сирийских вооруженных сил. В результате применения корректируемой авиабомбы КАП-500, бетонное укрытие, в котором находился комплекс, полностью разрушено. Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса ОСА уничтожена. Субтитры создавал DimaTorzok